здравствуйте друзья у нас вопрос пишет девушка 22 года она учится на таможенника как она говорит и я честно говоря даже не знаю что это за образование такое может быть юридический факультет и там как-то с таможенным хозяйством я я не знаю честно ну вот вот такая у нее профессия и она говорит я хотела бы иммигрировать соединенные штаты и я понимаю что моя профессия тут особо не пригодится хотя в принципе в сша есть таможенники там наверно тоже ну наверняка есть но вот как-то она так рассматривает что у нее профессии толком нет в этом и письме которое там было не указано как собственно она собирается приехать то есть либо она приедет будет потом легализовываться там не знаю через брак через политику там еще что-то либо она рассчитывает выиграть гринкарт лотерею сейчас очень много вопросов от людей которые заявку заполнили на участие в гринкарт лотереи у них уже ощущение что вот ну надо теперь готовиться ты вот скоро же выигрыша же там через полгода надо готовиться как мы будем там жить и вот я поэтому буду два варианта рассматривать вопрос такой ну вот и чем может заниматься там человек молодая девушка который толком нет профессии вот как ей жить где она могла бы работать значит тут еще от уровня английского конечно зависит но будем считать что английский у нее в порядке на таком уровне что работать она может каких-то работах не безумно требующих знание языка так вот первый вариант она приехала и надо легализоваться и какое-то время девушка работает где придется поскольку ей выживать надо что на самом деле не так плохо потому что работая где придется она и язык английский подхватить очень хорошо допустим в ресторане гостиницы в ресторане больше подхватить язык чем в гостинице как-то немножко станет на ноги там какой-то круг знакомых заведется то есть человек пройдет некоторую социальную адаптацию а через там полгодика через семь восемь месяцев появится разрешение на работу и мы тогда переходим ко второму варианту значит чем может заниматься там человек без профессии на самом деле дело же не в том что она учится на таможенника а дело в том что вот как бы ситуация более общая у нее есть некая профессия которая не востребована вот как быть человеку в 22 года у которого нет четко такой заявленный востребованной профессии вот как ему быть поэтому с учетом юного возраста то есть вся жизнь впереди мы имеем два аспекта в этом во всем значит первый аспект надо как-то выживать и в этом смысле вопрос чем заниматься это вопрос как выживать и и надо сказать что вот сегодня например да такая экономика вроде хорошая и как бы сигналы есть такие что она и дальше будет хорошая то есть зарплаты будут расти вот видите сейчас пытаются поднять interest rate говорят что в декабре все-таки поднимут чтобы не дать экономике убежать в инфляцию то есть как бы все заняты все работают ну кто хочет есть официальная безработица там пять процентов но говорят что нанимать некого то есть как бы безработица то есть давно нет никого поэтому ожидается рост заработной платы и уже есть там некоторые сигналы по этой части уже в некоторых индустриях там замечено что зарплаты растут поэтому хорошая новость как бы состоит в том что какой-нибудь работает просто на выживание сколько хочешь значит где работает молодежь там мальчики девочки но если мальчики может быть у них есть еще возможность на стройку пойти или там куда-нибудь в охрану но в охрану это обычно нужно уже иметь разрешение на работу вот на нелегальные работы вот может могут пойти на стройку то у девочки есть другая линия например который мальчикам обычно недоступна это с детишками с пожилыми людьми ну то есть бывает что за мужчиной пожилым ухаживает тоже мужчина но просто пожилых женщин которые нуждаются в ходе гораздо больше чем чем пожилых мужчин так получается что продолжительность жизни у женщин больше и то есть как бы специфика того что девочка там или мальчик но есть еще работа например в ресторанах в туристической сфере да вот то что называется у нас хоспитал эти то есть там гостиницы рестораны отель модели такой работы очень много поэтому в частности вот возникает вопрос это очень частый вопрос куда ехать вот ты едешь и ты не знаешь а куда но если тебе нужно легализовываться а даже если не нужно но тебе нужно такое место где ты можешь работать но если не с первого дня то может быть с первой неделе ну ну как-нибудь зарабатывать поэтому вот пожалуйста есть майами там много гостиничного бизнеса там полно работы нелегально есть нью-йорк то же самое там очень много такого ты рестораны и гостиницы там тоже много работы в принципе больших городах и лос-анджелес там и чикаго но вторая задача которую надо решать то есть помимо как бы выживать наука выживать вторая задача это задача ну не приобрести все таки профессию какую-то востребованную на местности если вам кажется что вот вы там учились и приехали а профессию вас нет она не совсем так потому что когда человек учится особенно в молодые годы у него мозги разбиваются он научается делать какие-то вещи но в частности вот учиться например уже учиться это тоже навык я вижу часто людей которые закончили образование завершили ну там не за 5 лет назад 10 лет назад 20 лет назад это очень чувствуется вот есть люди которые отучились учиться и у них занимает некоторое время у кого неделю у кого две у кого месяц чтобы снова войти в режим такой студенческий поэтому это это тоже не пропавшее время то есть это все некоторые хозяйства которые нужно оприходовать использовать для себя но она есть но это хуже когда его нету вот и можно конечно попытаться определиться с тем что делать дальше заранее вот допустим да вот девушка ну допустим а в москве допустим находится я не знаю где учиться на таможенников допустим москве и она думает как я буду жить в америке ну хорошо я приеду первое время буду официанткой а потом что а вот на кого учиться и вот начинается перебор профессий там а вот есть юристы в принципе она могла бы на юриста поучиться если бы материально не было это доступно то есть из-за учебу платить и самое главное что надо как-то себя содержать в это время материально поддерживать ну допустим можно учиться на юриста можно на врача а можно на инженера какого-то можно еще на нечего-то можно вот допустим я не знаю там быстренько там раз-раз-раз там сделали из тебя тестеры тестировщика программного обеспечения и пошел уже стал нормально зарабатывать поэтому это это то место которое наша школа занимает вот во всей этой структуре да то есть это когда нужно жить нужно нормально зарабатывать но сегодня ну там в короткосрочной перспективе эти то есть можно пойти учиться на доктора но сколько лет это займет и и получите ли вообще и так далее здесь вроде быстро но даже если человек пришел там быстро быстро поучился стал там тем же тестировщиком а образование у него по таможенному делу то все равно задача получения высшего образования если она уже хочет остаться в этой профессии задача получения высшего образования по профессии никуда не уходит при этом она достигается в более комфортных условиях это правда то есть одно дело когда ты получаешь там нормальные деньги и учишься ну сколько там займет пару-тройку лет это одно вот а совсем другое дело когда ты работаешь за 10-12 долларов час и еще учишься это совсем другое дело поэтому значит образование все равно все равно надо какое-то получать в той сфере который вы для себя выберете если эта сфера требует образования конечно если там человек выучился на я не знаю водопроводчика то ему и не надо никакого высшего образования вот он там работает себе работает дай бог здоровья но в 22 года с учетом того что девушка уже учится в университете то есть она как бы имеет склонность к работе требующей высшего образования значит я думаю что все таки ей наверное захочется вот тем более тут девчонки такие карьерно ориентированные очень много таких что они даже там на мальчиков не смотрят там там как же замуж ну лет в 30 там замуж понимаете а в 22 она там даже и и думать об этом не хочет то есть очень много таких девчонок сейчас вот поэтому мы не можем сказать человеку а ты не думай вообще о том что будет через 10 лет или там через 20 ты вот думай о том что будет ближайшие 3 месяца то и так можно сказать и в этом есть смысл но даже когда ты думаешь про 3 месяца или 6 или год неплохо понимать как этот год вписывается допустим в пятилетний план в десятилетний план в двадцатилетний план при том что планы меняются и уже чем более такой дальнобойный план тем больше шансов что он поменяется даже краткосрочные планы могут меняться вот и вы вышли из аэропорта и у вас есть какой-то план вот сейчас пойду работать официанткой а дальше вот пока вы там из аэропорта добирались до места где вы собираетесь жить с кем-то поговорили у вас изменился план или вам говорят слушай а нам срочно человек нужен давай вот завтра выходи например это бывает тоже поэтому лучше иметь план чем не иметь но если план есть то конечно очень хорошо оставаться открытым к каким-то другим возможностям и очень важно понимать что какой бы ни был твой план он совершенно не обязательно реализуется может быть будут даже гораздо лучшие возможности и надо быть открытым к этому делу вообще 22 года такой замечательный возраст я думаю боже когда можно абсолютно все когда практически нет никаких ограничений вот хочешь быть врачом будь врачом хочешь быть там каким-то высокого уровня там экзекутив там будь экзекутив вот все твое она не не дается тебе по факту возраста она дается тебе по результату труда который ты вложил и таланта которым тебя господь наградил с которым тебя в жизнь отправил но вот это сочетание например таланта и труда а иногда даже самые средние самые заурядные таланты но подкрепленные хорошим целенаправленным таким усилием эффектным дают просто сказочные результаты не нужно быть гением не нужно быть умнее всех вокруг или там скажем не нужно быть там в трех процентах или в пяти процентов совершенно это не то что лишнее конечно но не обязательно то есть вот масса людей прекрасно живут просто потому что они трудолюбивые честные ответственные дисциплинированы с другими людьми хорошо умеют ладить вот собственно и все и пахать пахать и пахать то есть люди которым пахать не хочется или скажем так это не их у них проблемы с иммиграцией у них и дома наверное проблемы я не знаю может быть дома если только там родственные связи какие то его там по кумовству где-то держат деньги плачет он может ничего не делать это бывает но а так в принципе если ты хочешь сам чего-то добиваться надо пахать я думаю что в абсолютно любой культуре значит пахарь имеет некоторые преимущества вот а здесь как бы то ли не хватает людей которые пашут я даже не знаю ну наверное наверное не хватает я вижу что все труженики они все очень хорошо и живут и пробиваются и настроение у них хорошее и люди вокруг них симпатичные а если бездельник то соответственно он и имеет как бездельник и друзья у него такие и настроение у него такое и как рот откроет так только вот и думаешь что знаете вот это моя присказка увидел пьяного отойди она не моя оригинальная я часто пользуюсь просто увидел пьяного отойди вот они ходят такие и все им что-то не так и кто-то им не додал а чтоб например пойти и взять так он не может так что это массово все ребята труженики массово встречаются и бездельники это тоже массовая категория и люди которые не знают чего хотят это тоже очень массово и люди которые хотят или типа знают что хотят ну менее но тоже массовые при том что то что они знают что хотят может оказаться совсем не тем что они хотят но во всяком случае они куда-то рвутся стремятся, что-то делают. И это гораздо важнее, чем двигаться к правильной цели, поскольку правильный, они еще сформулировать не готовы. Но есть люди, которые не готовы и ничего не делают вообще. А есть люди, которые не готовы, но они думают, что готовы, и они что-то делают, и тогда они растут над собой, они становятся лучше, сильнее, эффективнее, адаптированнее и так далее. Вот это путь, то есть через действие. Вот все, что я могу сказать девушке и так, солнышко сзади, нормально все. Я боюсь, чтобы в камеру не попадал. Все, что я девушке хотел сказать, и давайте я, может быть, камеру тогда поверну на себя. Вообще, мне как бы так, в естественном таком плане, хочется пожелать девушке, чтобы все у нее было хорошо, и не только девушке, конкретно этой, но вообще ребятам молодым. которые к чему-то стремятся, которые цели перед собой ставят. Хорошие, добрые, позитивные цели, созидательные цели, не разрушительные, не какие-то такие плохие цели. есть масса народа, которые ужас один. А вот, которые светлые, хочется им сказать, чтобы старались, чтобы мечтали, чтобы работали, чтобы верили в себя, чтобы верили в то, что мир хороший. Мир хороший для тех, кто сам хороший. Вот люди, которые сами позитивные, созидательные, и мир вокруг них совершенно другой, чем, допустим, вокруг людей, которые не позитивные, не созидательные. Или какие-то они никакие, или не такие, или там еще что-то. Поэтому молодость, это колоссальный капитал, который можно либо инвестировать хорошо, либо профукать. И что ж тут скажешь? Самое главное, что, знаете, книга жизни, даже если там прописано, что с вами дальше будет, она нам не дана для прочтения, понимаете? Проблем какая. Поэтому нет, нет рецепта, нет алгоритма такого, понимаете? По которому идешь, и все нормально. Но есть общие принципы. Вот, допустим, вы не знаете, там по дороге будет булыжник, асфальт, бетонка, или там кирпичом замостят. Но есть направление. И вот это направление определяется фундаментальными ценностями. Вот если вы фундаментальные ценности, вы им привержены, и вы в этих рамках находитесь, то дальше все остальное с вами случится хорошее. Фундаментальные ценности это доброта, это трудолюбие, это желание сделать мир лучше, чем он есть. Это уважение к человеку, знакомому или незнакомому. Вот человеку по факту того, что он человек. Многие ценности, которые, ну, например, испокон веку там в религиях, да, там заповеди, есть много форматов, в которых эти ценности доносятся. я когда был пионером, у нас был, как это называется, нет, дело не в том, что пионером, была такая хохмочка, называлась моральный кодекс строителя коммунизма. Вот, такая вещь была. И я когда уже постарше стал и на этот кодекс начал смотреть, он процентов там, ну, не знаю, на 70, на 80 повторял те же самые заповеди. Даже коммунисты, вот представьте себе, то есть власть, которая миллионами истребляет собственное население. А тем не менее, значит, вот тоже, да, там, будь честным, там, не укради, там, не приступи и так далее. У них, конечно, сдвиг был сильный в ту или иную сторону, то есть их не приступи и не укради, они, конечно, сильно отличались от всего остального мира. Так вот, к чему я говорю, вот если в рамках вот этих находиться, да, то все остальное с вами будет хорошо. Так что вот на этом мы, наверное, и закончим. Счастливо!